Интересные инсталляции здесь Так вот мы можем видеть, что здесь в Казахстане было разрушено, здесь чуть-чуть по улицам, и так, что здесь можно будет больше Во время незалежности Здесь, наверное, кто не попал по билетам, стоят Дальше, в чём сутью, это по сути считается первой церковью, что в Казахстане считается традицией заложенной церковью Дальше будут идти по палатке, я тут ещё не была, но я видела, по-моему, сам Пусите палатки с едой, с одержимой деньги, поэтому я советую немножко, позвоните, и мы пойдём в сторону Рейтарской Вот это, кстати, неплохой камень А как правильно, Богдан или Богдан? Богдан или Богдан? Богдан Вроде Богдан, говорят, да? Богдан, у нас Богдан То есть Бог, Богдан Вроде на Западной Украине Богдан называть? Ага Была на Западной Украине? Нет Нет На Западной Украине очень любопытные доллары, это да Бульба Вновь время все И так далее Но Насколько? Бульба Это белорусский Нет Бульба вообще это пошло с Польши Это осталось в Белоруссии И вот завтра на Украине в Белоруссии Это вот Белорусский журжат Это по сути смесь не как языков По сути Мне нравится на Евровидении песня на белорусской мовле Это как история моего життя Я ведь не делала Евровидение Вот, можешь увидеть различные выставки В Москве это у Москвы В Пасхе В Москве тоже такие стоят Но только на Пасху А здесь еще души после Пасхи стоят Ну, мне кажется, их решили оставить для летовидений Вот, смотрите Это на школе Да Вы летовидели песенки? А вот, пожалуйста В Москве их тоже можно увидеть Собственно, сверху оттуда Было очень прекрасное выставление с Голорацией Покормили бы Вот там тоже, видишь, с другой стороны еще есть птицы Они там сидят В таком области и в разных каких-то ими Покормили бы В таком области Покормили бы А я вижу Важеный вверх Но он уже привычный к людям Покормили бы Это велосипед Этот велосипед О, да. Можестик. Можестик. This is angry bird. Он такой, как прям клюнет их все и прям череп проловит. Ну, очень больно выкусит. Ну, вот прям... Тут очень много. Сороки тут прилетают. Они так тырят еду. Очень милое место. Я, кстати, знакома с хранителем этого места. Опять же, я когда проводила тут класс, я просто пять часов тут залипла. Пока все команды не прошли. Так что, было время пообщаться. Даже граффити сделали. Да. Ну, с ними очень много муралов. Очень много. И один ворон-альбиноф на граффити. Ну, каждый из нас... Здесь вот вид Киева. Ну, на Днепр еще лучше вид. Я там был на смотровой площадке. На КТ где? А, возле Дружбы народов? Да, да. Ну, ты еще не смотришься сегодня. Серьезно? Я прокачу тебя на фуникулере. Мы тогда проем до почтовой площади и сядем на фуникулер. Фуникулер это какой-то старинный вид транспорта венгерский, скорее всего. Парк. Ну, вот. Серьезно. Ну, вот так вот. Парк. Парк. Ну, вот так вот. Парк. 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 Я не захочу, а вот если ты захочешь, можешь одна перекусить. Чувак, я на дня, у меня 20 гривен на два дня, и я не знаю, что и как, поэтому... Ну вот, тогда и не будем. Человек может прожить долго без еды. Ну, водичку надо мне купить. Зайдем сюда. Сельпо это какой-то распространенный здесь магазин? Супермаркет, да. Но он контрактовый, он очень красивый. Как пятерочка в России? Скорее всего. Но бывало в наших пятерочках. У нас несколько популярных стихий в супермаркетах, просто Сельпо такой считается. Приятным по цене. Собственно, этот замок речет автороном. Построен в стиле господицы. Какой бы это забро? Романский? Не, не, классно. Сколько раз скажу. С этим связана интересная история. Потому что владелец не допустил строителям уже под конец. Поэтому они взбесились и положили яичные скорлупы в дымоход. Поэтому очень долго ходили истории о том, что в этом месте обитают призраки. Там чуть дальше воздвиженка, но я не знаю. Воздвиженка это по сути туда-обратно пройтись. Если хочешь. Мы на воздвиженку можем сверху посмотреть. Так будет даже лучше. Крутой способ. Очень крутой. Собственно, я говорю, если... Все в граффити. Его надо было бы отмечить. Его раньше отмывали. Хотя бы славу украине герою славу бы написали. Ну, Господи, это же... Вот прикинь написали славу украине герою слова, а потом приходит русский такой... О, Господи, это же нацизм! Так я же вот пришел в русский, ничего. И я сам пишу славу украине герою славу. Кстати, ваши медиа сейчас трубят о том, что русских, которые приехали на Евровидение, нет. И пропустили через границы. Серьезно. Но меня тоже трудно пропустили. Все досконально спрашивали. Ну, с другой стороны, это можно отмывать. Эй, там терроричную терраску строили. Ну, в стране идет война. Люди умираются. Я не знаю, что это достроили, и этого племени не было. Так что я вот россиянин. Видишь, украинский шарф. Завтра украинский флаг куплю. Наверное, единственный такой россиянин, кто ходит с украинской символикой. Завтра украинского флаг. Завтра украинский флаг, украинский флаг. На полу. Украинский флаг. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...